Как провести урок математики для школьников интересно и необычно, знает учитель Одинцовского лицея номер 2 Марина Наумова. Ее методика преподавания весьма эффективна. Учитель предлагает классу отправиться в виртуальный поход в горы и встретить на пути лавины примеров, вычислительные вершины и геометрические пещеры. Я сама ходила в горы, я много лет занималась альпинизмом. Я была и в Крыму, и на Кавказе, и на Полярном Урале. И также я водила своих детей по Жигулевским горам. Математика часто бывает, ну вы знаете, отрабатывать действия, бывает скучновато и хочется как-то вот это разнообразить. Такие увлекательные занятия педагог проводит раз в месяц для учеников шестых и седьмых классов. Ребята ждут их с нетерпением. Мне такие уроки очень нравятся, потому что на них намного интереснее познавать и запоминать. Потому что обычно ребенок запоминает все играя. Так что даже в нашем возрасте это нам очень интересно. Ну было все так как-то душевно, приятно очень. Особенно вот музыка, создавалось впечатление уюта. Из-за этого хочется прям сесть с гитарой перед костром и спеть какую-то песню. И сходить в горы. Да. Педагоги уверены, что математика под музыку и стихи позволяет современным школьникам быстро усваивать информацию. Мы ищем новые подходы к детям 21 века. Я своим учреждам всегда говорю, сейчас дети, они иные, мы их так назовем. Не те, к которым мы привыкли и не те, к которым мы были сами. Это совсем другие дети, которые по-другому воспринимают те знания, которые мы им даем. Вот в таком формате и должны проходить, на мой взгляд, уроки. Конечно, не каждый урок, но все-таки должны быть такие уроки-праздники, которые показывают и учителя с другой стороны. И дети могут себя проявить тоже совсем по-другому. Ну а конкурс продолжается. Принять в нем участие и показать свой интересный урок может любой учитель. Дополнительная информация размещена на сайте Управления образования Одинцовского района, где будет проходить открытое голосование. Победители конкурса получат подарки. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.